Всем привет, меня зовут Саша и вы на канале сегодня видеоблог. И скоро, очень скоро я возвращаюсь домой и все видосики, все обзорчики у нас пойдут по плану. Есть пара новостей о будущем MIUI 11. Согласно заявлениям сотрудникам компании, MIUI 11 получит обновленные системные иконки, а также темный монохромный режим для пониженного энергопотребления. Кроме того, планируется разработать новый унифицированный дизайн приложений. Ну давайте начнем по порядку, я думаю системные иконки новые, новая какая-то тема, это понятно, в принципе это не сложно. Также унифицированность дизайн приложений, и это круто, потому что знаете у нас некоторые приложения еще там с MIUI 7 и 8 не менялись внешне, а некоторые с MIUI 10 все поменялись, то есть надо как-то действительно унифицировать дизайн вообще всего интерфейса. А также кто не знает, что такое темный монохромный режим. В принципе на других телефонов, а в частности в Samsung эта функция уже есть очень давно, еще 5 лет назад я пользовался. Это выглядит вот так вот, то есть когда ты включаешь монохромный режим, у тебя все темнеет, есть экран черно-белый, вообще черно-серый, и есть только работают основные функции, позвонить, сообщения, там еще какой-то экстремный вызов, и постоянно это как бы помогает продлить жизнь батареи на низком заряде. Например, вот есть скриншот, обычно в Samsung писали такие нереальные цифры, что там вот осталось 56%, ты еще можешь 7 дней с этого телефона звонить, либо когда у тебя осталось там 10%, ты еще можешь 6 часов с кем-то разговаривать. И в принципе это круто, только плохо, что MIUI додумалось аж за столько лет до этого, потому что реально эта функция очень старая. Также наконец-то до китайцев дошло, что главная проблема MIUI это его навязчивая реклама. По словам Лайдзюня, решению этих проблем присвоен высший приоритет. Говоря о рекламе в MIUI, глава Xiaomi заявил, что неуместная и навязчивая реклама, на которую больше всего жалуются посетители, будет удалена, и это произойдет с выходом следующих ключевых версий прошивки MIUI 11, то есть надо ждать MIUI 11. Естественно, это не означает полного отказа от рекламы, но то, что рекламы станет заметно меньше, подтвержденный факт. То есть как бы рекламу мы не уберем, но сделаем чуть-чуть меньше. Ну в принципе я знаю уже, люди научились этим пользоваться, с этим бороться, я думаю все уже видели видео, как отключить рекламу, либо сделать ее меньше, но если ее сделать еще меньше, мы еще ее потом отключим, тогда вообще будет круто. Также у Xiaomi появились некоторые проблемы с Mi 9. Сразу после презентации нового фланга Москва смартфона Mi 9, компания Xiaomi признала, что существуют проблемы с производством, а следовательно и поставками новинки. Спрос значительно превышал предложение. Это классно, что люди хотят много покупать Mi 9, что у них получается и что они не успевают их делать, но есть две существенные проблемы. Mi 9 уже производят на трех фабриках, и это классно. И первая проблема, такая незначительная, заключалась в том, что работников просто не научили собирать флагман. Блин, че? Не научили собирать флагман? Вы поставили работников, которые не умеют собирать флагман? Это же флагман, должен собираться на высшем уровне. Там не то, что работников надо поставить, которые умеют его собирать, надо поставить таких работников, которые умеют его просто супер собирать, каких-то роботов. Это, кстати, я не я написал, вот вам вырезка из статьи, что работников просто не научили собирать флагман. Ну, конечно, по-моему, это, как говорится, это фиаско, братан. Я думаю, пускай наймут нормальных сотрудников, пускай делают нормально флагманы, а то некоторые люди получают Mi 9 без вспышки. И вторая проблема в том, что они наладили нормально процесс поставки комплектующих камер. Как вы знаете, Mi 9 это первый смартфон с стороной камеры, и у них не хватает некоторых комплектующих, в частности, широкоугольных объективов. Но думаю, камеры вам хватит, а главное, наймите нормальных людей, которые смогут правильно ставить эти камеры и собирать флагман, тогда, думаю, все будет хорошо. А также еще есть новость, что компания Xiaomi планирует выкупить HTC. Китайская компания Xiaomi планирует выкупить бизнес тайваньского производителя смартфонов и платшетов HTC. По информации источников издания, производители якобы практически достигли необходимых договоренностей. В принципе, я не знаю, как хорошо или плохо повлияет покупка HTC, если она будет, и вообще, что это даст компании Xiaomi. Как вы думаете, что будет, если Xiaomi выкупит HTC? Будет лучше или хуже? Напишите свои мысли в комментариях. А это были все новости на сегодня. Все ссылки на соцсети, на меня, на связи, все, короче, в описании. Можете переходить, подписываться, ставить лайки, подписываться на канал. Всем спасибо за просмотр, всем пока!